Память о человеке живет в его творениях. Эта фраза, как нельзя кстати, подходит, когда речь идет о недавно ушедшем земляке скульпторе Валерии Баширове. Самые известные его скульптуры находятся в парке Дома офицеров. Он стал отцом сидящего на скамье кота ученого, казака и медведя и гурана, а также отреставрировал мальчика с голубем, установленного между пушками на улице Ленина. Начиналось все это еще в 2010 году, когда начали парк приводить в порядок. Пришел сюда скульптор наш известный Валерий Шамильевич Баширов, но начинал он не со скульптур, а с реставрации. У нас разрушались две пары бойцов, которые на главном входе в Дом офицеров. Он их реставрировал. Затем мы нашли уникальную скульптуру Владимира Ленина 1937 года, мастерская знаменитого скульптора-монименталиста, народного художника СССР Сергея Дмитриевича Меркурова. Вот его отреставрировал этот памятник. Несколько лет он приходил, когда страдали скульптуры от нападения вандалов, и кота, которого мы сейчас видим, и молотком пробивали, и много что было, он восстанавливал. Теперь за всеми скульптурами присматривает друг Валерия Баширова, художник-декоратор Евгений Кузнецов. Он запомнил мастера как хорошего товарища с золотыми руками и большим сердцем, которое всегда было открыто малой родине. Плотно с ним мы начали общаться, когда я устроился на долгие годы, собственно, в Областной Крыльевский музей. За стеной находился художественный музей, где Валерий Шамильевич был директором. Это был 98-й год еще. Постоянное общение с этим человеком доставляло удовольствие, собственно говоря. И 9-го числа я, когда позвонил его младший брат Юрий, я почему-то первый вопрос он задал. Как Валера себя чувствует? Он говорит, умер. Страшные новости. Теперь день Евгения Кузнецова начинается с обхода парка Адара, где он внимательно смотрит, чтобы фигуры, хранящие память о его друге, были в целости и сохранности. А руководство Дома офицеров, в свою очередь, понимает, что скульптуры должны не только радовать глаз читинцев, но и напоминать о их создателе. Поэтому у каждой из работ появились специальные таблички. Когда прощались с Валерием Шамильевичем, был такой импровизированный митинг, и говорили о том, что много он труда, сил вложил и в развитие столицы Забайкалья. Привели пример о том, что первые скульптуры, композиции его рук появились в парке Дома офицеров в старейшем городском парке. Поэтому пришла такая мысль сразу, то, что он сделал, не то чтобы, громко говоря, увековечить, но дать людям понимание, что вот этот человек вложил много труда и сил для того, чтобы возродился вновь наш замечательный парк.